Большая честь, которой мне выпало сыграть Сергея Александровича Белова. И насколько тяжело было, это было скорее ответственно. Ну и тяжело, конечно, в физическом плане, потому что я делал подготовительный период, я делал все, чтобы быть похожим на профессионального баскетболиста. Конечно, я читал книгу «Движение вверх», которую Сергей Александрович написал, но самое главное, что я делал, это все свободное время у меня был мяч и кольцо. И все свободное время я проводил, я играл неважно с кем, с мужиками, либо со своими сверстниками. Старался каждый день играть в баскетбол, и так, в принципе, я провел около года подготовительный период, чтобы все-таки войти в форму и быть убедительным в кадре. Иван Иванович присутствовал на съемках, и все время, представляете, я нахожусь на съемочной площадке, а он сидит на плейбеке и смотрит на меня. И я понимаю, что это настолько волнительно, настолько я переживал, чтобы его не подвести, потому что я пытался передать все те же самые эмоции, что он говорил. Ну, мы с ним очень много общались, естественно, и хотелось передать всю ту атмосферу, которую он тогда чувствовал. Иван Иванович Оле, 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 хочется сказать, но а теперь, друзья, встречайте, номер 11, Семен Антонович, номер 40, Анатонович, номер 77, Анатонович, номер 25, болельщики, Сейска! Я люблю этот публик. Публик выглядит очень радо за этот матч. Я думаю, что это было большим игром, да. Москву против Tel Aviv, Маккаби. Так что это будет очень круто, 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 круто. Вообще для меня это первый раз, когда я вот, что называется, в натуре посещаю матч такого крупного турнира. И мне очень сильно нравится, мне все очень нравится. Ну вот первая четверть все-таки она такая была, более-менее такая вяло. Видно, что еще соперники друг к другу присматривались. Но вот во второй мне очень нравится, а я прям не могу, у меня же мурашки. Берут вот эти проходы, вот эти проходы, как вот Деколо вот этот вот пас спиной отдал, увидели? Вот я бы так не смог. И реально, когда вот вдруг неожиданно спортсмен ЦСКА оказывается под кольцом, а его там вообще никто не видел, не ожидал, и он тут же забивает сверху, это очень круто смотрится. КОНЕЦ